Губернаторские выборы, как уже известно, прошли с огоньком. В горячей политической схватке все кандидаты доказали свою легитимность, равно как и конкурентоспособность на избирательной арене Приморского края. Несмотря на это, ни одному из претендентов на кресло главы края, даже Андрею Тарасенко, не удалось перешагнуть необходимый порог в 51% голосов. Об итогах и перспективах губернаторских выборов побеседовали и эксперты в эфире у Андрея Калачинского на радио Лемма. Все-таки мне кажется, что сейчас, начиная с выборов президента, власть в Москве, Кремль, делают ставку на максимальную прозрачность и честность выборов, дает официальную установку на места проводить прозрачно и честно. Почему, объясню, стоит задача легитимизации власти. Кроме обсуждения, преемственности и легитимности выборов губернатора, горячей темой для дискуссии экспертов стал второй тур губернаторских политических батарей. Известно, что в нем участвует как Андрей Тарасенко, так и его оппонент от КПРФ, депутат Андрей Ищенко. Спикер и гость эфира Олег Жунусов, помимо уже известных фактов, подметил то, что могло ускользнуть от глаз обывателей. Заметьте, даже ни один из кандидатов ни в своих роликах, ни в агитационных выступлениях не говорил, что он победит в первом туре. Говорили о том, что мы будем биться за второй тур. Все, даже коммунисты говорили о том, что второй тур, второй тур. Также эксперты в эфире радио Лема отметили, что на сегодня КПРФ вышла на новый уровень конкуренции с Единой Россией. И при сравнительно низкой явке коммунисты получили в этот раз ощутимую поддержку политически активного населения. В ближайшее время избирательная комиссия Приморского края объявит точную дату голосования. А 8 канал продолжает следить за развитием политических событий в регионе. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Станислав Лазебный. Новости на 8.